МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты что, уже стекло не можешь разбить? А давай вот этим. Хороший гвоздодёр-то, а! Вообще, картинка что-то вот такое напоминает. Ну и где она? А-а-а! О! Прямо на тебя смотрит. Мы приветствуем всех, кто имеет возможность и желание за нами наблюдать. Нас зовут Бонус и Гамовер, вы смотрите без винта. Видите ли, дело в том, что наш уютный кинотеатр закрыли на реконструкцию. А-а-а! Вот где эти парни! Мы нашли такой домик. Тут повсюду видеокамеры. Может, студия заброшенная, не знаю. Ну и ещё какой-то солдатик всё время мешает работать. Кстати, это не он бежит? А-а-а! Ну давай по-быстрому. Мы хотим начать с рассказа о программе Волф Тим. Игрок в ней занимается примерно тем же, чем мы сейчас. Угу. Бежим! Волф Тим переводится как «Волчий отряд». Старая военная традиция – давать отряду название сильного животного. По сути, тотема. В годы, когда я был на службе, никаких тотемных названий у подразделений не было. А когда появилась новая мода, я первое время умилялся, глядя на какого-нибудь солдатика с изображением, допустим, могучего кабана на рукаве. А самому кабану на вид лет 15, форма висит как на вешалке, ножки болтаются в огромных сапожищах, и он тоненьким голосочком просит закурить. Ну это первый год службы. Он пока подсвинут. Станет и кабаном в своё время. А вот как бы ты назвал своё отделение? Хамелеон. Мы располагали набором гражданской одежды для хождения в самоволки. А кому лучше всего служилось? Бойцам сводного отряда «Дятел». Это которые замполиту сучали. Понятно. Впрочем, «Волк Тим» — команда волков не только по названию, но и по сути. Создатели сетевого шутера от первого лица придумали оригинальный ход. В ходе боя всякий может обернуться волком. Признаться, когда мы тестировали игру, для нас это стало неожиданностью. Вообще-то здесь господствует реализм. Привычное для любителей жанра оружие — карты, выполненные в традиционной манере. И вдруг солдатик — раз! — и превращается в огромного волка. Чтобы объяснить это недоразумение, разработчики придумали следующую историю. Оказалось, что ДНК некоторых людей частично схожа с генами волка. Ученые изобрели сыворотку, позволяющую пробудить зверя, дремлющего внутри. Из таких оборотней и создаются команды «Волк Тим». Необычные способности — необычная тактика. В образе волка игрок становится сильнее, быстрее, да и здоровье у него при этом покрепче. И, конечно, он умеет прекрасно быть. Зато волки не могут пользоваться человеческим оружием. Только тем, что дала природа. То есть на определенной дистанции преимущество обычно на стороне людей. Хотя попасть в животное, прыгающее в том числе и по стенам, не так уж легко. Но если дело доходит до рукопашной, дикая природа торжествует. Это, несомненно, привлекательная сторона игры. Можно сбросить в себя оковы цивилизации и резвиться диким образом среди солдатиков, которые бестолково палят во все стороны. А потом клац — готов. Вишь, как помчался. А то! Волка ноги кормит. Очень приятно, что игра скачивается с сайта разработчиков совершенно задарма. В дальнейшем, говорят, можно будет покупать за деньги дополнительную амуницию. Но в целом это развлечение бесплатное. В этом году, ты слышал, а может, это наш солдатик того, Вервольф? Знаете, иногда болота издают странные звуки. Вы слышали, как ищет выпьет? Хватит болтать! Бежим! Слушай, ну загонял нас этот воевода. Надо что-то с этим делать. А может, это... Давай. Давай. Стой! Ты кто такой? Что здесь делаешь? Я? Ну я это и на звездочки смотрю. Какие наши звездочки? А вот эти. Хороший удар? Да что ты! Вот где действительно показаны хорошие удары, так это в новой игре Крикет Кэптон 2008. Как ты его? Раз и все. А он... Не-не-не-не-не-не. Через пять минут придет с себя. А если водой облить, то сразу. А что-то у него там... Сюда, вот сюда. Капает, по-моему. А? Да и ушка пошла. А, и ушка? Слушай, вот такой парень здоровый. Крикет. Старинная игра, которая появилась в Англии 750 лет назад. Это молодые люди очень давно. На Руси в ту пору установилась так называемая татаро-монгольская игра. Непосвященному в правилах Крикета разобраться довольно сложно. Между прочим, свод правил занимает 20 страниц мелким шрифтом. В общем, это развлечение для образованных людей и знать. Те, кто понимает, что происходит на поле, сразу приобретают репутацию интеллектуалов. Десять человек из ста. В лучшем случае. Прочая публика делает вид, что следит за борьбой. В общем, большое значение имеют воротца. Похожие используются в городках. Их желательно сбить. Судя по тому, что некоторые игроки пытаются поймать отскочивший мячик, это приносит очки команде. Не думаю, что они просто следуют инстинкту, который заставляет их преследовать круглые предметы. Несмотря на совершенно невозможные правила, крикет получил распространение в бывших английских колониях, например, в Индии или Новой Зеландии. Там этот вид спорта стал поистине национальным, а местные команды давно научились обыгрывать британские клубы. Пусть правила игры нам недоступны, однако крикет все равно вызывает симпатию. Он во многом отличается от современных, механических и бездушных видов спорта. В частности, терпимым отношением к человеческим слабостям. Например, игрокам никто не запрещает выпивать во время матча, который, кстати, может продолжаться до трех дней. Прямо ММО-РПГ. В пятницу сел играть и до понедельника. Понятно, что за это время и публика, и атлеты успевают иногда порядочно анализаться. Однако на результатах это обычно не сказывается. В 1988 году на ответственном международном матче игрок Дэвид Бун из сборной Новой Зеландии хватил лишку. Да так, что его тошнило прямо на поле. И ничего, набрал самое большое количество очков за игру. А потом еще стал лучшим игроком чемпионата. Вот какую стойкость приобретает человек, следующий древним британским традициям. Тем, кто заинтересовался необычной игрой, программа Крикет Кэптэн 2008 поможет усвоить правила и особенности этого развлечения. Вы будете заниматься менеджментом, планировать матчи, покупать игроков, развивать тренерские способности, ну и, конечно, руководить командой на поле. Знатоки хвалят игру за реализм. Скажем, здесь действуют виртуальные двойники трех тысяч настоящих крикетистов со всего мира. При этом воспроизводятся их манеры игры, учитываются способности и так далее. Скажи, а Дэвид Бун есть в этом списке? Очень надеюсь. Старина Бун станет украшением любого матча. Ну вот, мы рады, что вы образумились. А то бегали, кричали. Из ружья пулялись. А вот зато теперь мы видим, каким милым и спокойным человеком вы можете быть. Скажите, вы любите компьютерные игры? Да, я знал, что вы игрок. Тогда, я думаю, что нашему другу обязательно понравится программа Lost Planet Colonies. Она рассказывает об отважных вооруженных людях, настоящих бойцах. Совсем как вы? Вы, наверное, помните как бы первую часть, которая называлась Lost Planet Extreme Condition. Когда появились колонии, мы было решили, что это Эддон. Согласитесь, нас можно понять. Обычно производители игр так и поступают. Посмотрят, как расходится программа. Если ничего, спрос есть, быстренько выпускают дополнение. Но создатели покинутой планеты всех перещеголят. Дополнение — это ровно та же игра, которая начинается в том же месте и в то же время. Только добавлено кое-какое новое оружие, новые персонажи и карты для сетевых баталь. Представляю, в каких выражениях инициативу разработчиков комментировали те, кто, не разобравшись, купил игру во второй раз. И не за казенный счет, как мы, а за свой. Впрочем, летом покинутую планету можно использовать и по второму разу. Как вы помните, действие происходит на планете IDN-3. Это земля вечной стужи, которая постоянно бросает в лицо игроку то снег, то ледяную крошку. В жару зрелище очень приятное. Люди пытаются колонизировать IDN, но этому всячески противятся местные обитатели. Они зеловелики ростом, страшны голосом, видом напоминают саранчу, а зовутся акридами. В принципе, они в своем праве. Ведь это их территория. У акрид может и был шанс выжить, но только до того момента, пока люди не разведали, что организм местных жителей способен аккумулировать термоэнергию. Видите образование янтарного цвета? Это и есть главный энергоноситель IDN. Как вы думаете, что случилось бы, например, с верблюдами, если бы оказалось, что они способны накапливать в своих горбах отличную нерв целыми баррелями? Так что акриды приуныли. Теперь они всего-навсего источник ресурсов. А как известно, люди не остановятся, пока не опустошат все эти источники до дна. Так что единственным существенным отличием новой версии игры мы сочли возможность поиграть за акрид. Кто знает, может им удастся найти что-нибудь полезное и годное к применению в самих людях. Ну вот и все на сегодня. Мы уходим. Ну а вы-то остаетесь. Теперь вам развлекать почтеннейшую публику. Справитесь? Ну не робейте вот так. Петь, умеете? Ну и отлично. Что ж, гейм, как говорится, оба. В смысле, давай. Неплохо. Неплохо. Ну, такая. Талант, талант. Премьерные выпуски программы «Без винта» смотрите на канале GameLandTV каждый вторник и воскресенье в 14.15, 18.15 и 22.15. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Единственное.